Вот уже 8 лет в Анапе существует клуб эстетического развития детей с ограниченными возможностями здоровья «Дорога добра» под руководством Людмилы Комаровой. Клуб является постоянным участником общегородских мероприятий, а в октябре получили звание лауреата в Краевом фестивале «Солнце в ладонях». Ты для меня, только одна, мне одна, я Россия. Вот уже 2 года в Анапе действует единственный в Краснодарском крае ансамбль спортивных танцев на колясках «Риданс» под руководством Екатерины Васильевой. Ансамбль 2 года подряд участвует в показательных выступлениях по всему краю, а в этом году стал лауреатом фестиваля «Танцы без границ». И в этот вечер ждал настоящий сюрприз. От главы города Сергея Сергеева они получили сертификат на приобретение профессиональных спортивных колясок. Для меня танцы – это новая творческая жизнь, встреча с интересными людьми, море позитива и общение. Также в этот день отметили и анапскую команду спортсменов-паралимпийцев. Уже более 10 лет она является сильнейшей на Кубани и в России. Настольный теннис, легкая атлетика, шахматы, амр-лестлинг – равных в этих дисциплинах ребятам нет. Никита Ванков, который также вошел в число чемпионов с тремя золотыми медалями по плаванию, отмечает, что в Анапе созданы все условия для тренировок. Благодаря администрации города и некоммерческому фонду «Доступная среда» готовиться к соревнованиям стало намного проще. Городские власти очень серьезно занимаются проблемами людей с ограниченными возможностями, потому что для нас сделано очень многое. Для нас сделана вся центральная улица, для нас сделан общественный транспорт, остановки. Мы можем выбраться из своего дома, попасть в кино, сходить в кинотеатр, встретиться со своими друзьями, где-то в кафе пообщаться. Так как действует у нас программа «Доступная среда» федеральная, делаются пандусы, специализированные подъемники, даже специализированные пешеходные переходы оснащаются для человека, чтобы мы даже банально могли правильно, в правильном месте перейти дорогу, не нарушая правила дорожного движения. Помимо этого взять наш гортеатр. Как хорошо, что на этот концерт ребята без каких-либо препятствий смогли попасть, а попасть в зал, посмотреть этот чудесный концерт, поделиться своим настроением. Меня, как человек с ореховыми возможностями, просто не может не радовать. Заместитель главы города Людмила Мурашова в своем выступлении поблагодарила за плодотворную работу всех общественников, которые помогают администрации создавать город безбарьерной среды. Наша задача – задача власти, задача любого предприятия, любой формы собственности, думаю, каждого из нас, сегодня создавать условия для горожан, для жителей города Анапыр. Создавать, повышать ваш социальный статус и, конечно, реализовывать программные мероприятия безбарьерной среды. Хочется пожелать вам не унывать, иметь такую же силу духа, быть примером для всех остальных, здоровья вам, благополучия и успехов на долгие времена. За плодотворную деятельность по защите прав и интересов людей с ограниченными возможностями и участие в общественной жизни города почетными грамотами и благодарностями главы было отмечено 40 человек. Среди них – руководители общественных организаций, участники фонда содействия выполнению программы «Доступная среда», тренеры, спортсмены, музыканты и поэты. Редактор субтитров А.Семкин